В регионе продолжается общероссийское голосование по поправкам Конституции Российской Федерации. Избирательные участки работают с 8 утра и до 20 часов вечера. Также участковые комиссии проводят голосование на дому. Подробнее расскажет Иван Никонов. Облачившись в защитные халаты, маски и перчатки, представители 45-й избирательной комиссии отправляются проводить голосование на дому. Запрос поступил от пожилой жительницы Наринмара. Прибыв по адресу, члены комиссии дезинфицируют дверную ручку и звонок. Паспорт избиратель показывает, соблюдая социальную дистанцию. После того, как представитель участковой комиссии сверил данные, голосующий забирает индивидуальный пакет с бланком голосования. В пакете есть все необходимое для голосования. То есть это избирательный бюллетень, ручка, маска, перчатки. И избиратель заходит к себе в квартиру, голосует и потом выходит и, соответственно, опускает в урну свой бюллетень. На этом процедура голосования завершена. Исполнить свой гражданский долг на дому могут те, кто по уважительной причине, например, по состоянию здоровья, не может прийти на избирательный участок. Заявление принимается в комиссиях по месту прописки до 17 часов 1 июля. Что же касается голосования на участках, здесь также соблюдаются все рекомендации, разработанные Роспотребнадзором. Каждому избирателю выдают одноразовые перчатки, маску и ручку для комфортной процедуры голосования. Для каждого жителя в округе и для округа в целом очень важно, чтобы голосование состоялось, чтобы люди пришли, выразили свою волю и понимали о том, что поправки краеугольно вносят изменения в наш основной закон. Во-первых, вносится гарантия и обязанность государства выполнять свои обязательства по социальному направлению. На сегодняшний момент семья должна быть всегда поддержана государством. Социальные гарантии, которые гарантированы. И государство делает акцент, например, на то, чтобы минимальная оплата труда не была ниже прожиточного минимума. Это очень важно. Всю неделю с 8 утра до 8 вечера можно будет подойти на свой избирательный участок и выполнить свой гражданский долг. Конституция Российской Федерации – это основной закон государства. Поэтому на сегодняшний день, я бы сказал, мы принимаем судебоносное решение. Поэтому каждый гражданин нашей страны, ну, в первую очередь, нашего муниципального образования, нашего округа должен прийти и выполнить свой гражданский долг. Также с 25 июня на всех участках стартовала лотерея для голосующих. Процедура довольно простая. Человеку выдавали купон либо заранее, либо он может получить его на самом избирательном участке у волонтера. Он его заполняет, отвечает на три простых вопроса Конституции и его определяют в барабан. С 25 по 30 июня призы будут разыгрываться ежедневно в вечернее время. 1 июля победителей будут определять ежечасно. Иван Никонов, Алина Ваучейская, Наталья Дуркина, Антон Водряков, Вадим Стасек, Владислав Ткачев. Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова